Для нас это действительно большой праздник, так как сухопутные войска являются самым многочисленным и самым разносторонним по вооружению видом вооруженных сил. Традиции у нас ведутся с дальних времен, но наиболее существенно они стали возрождаться за последние годы. В частности, хотел бы сказать по сегодняшним праздничным мероприятиям, то мы начинаем все свои праздники с храмовых мероприятий, где проводятся праздничные литургии. В частности, за последние два года в этом плане было большое движение вперед. У нас появился свой главный воинский храм сухопутных войск, который находится на Преображенской площади, храм Преображения Господня в городе Москве. В соответствии с указом Святейшего Патриарха у нас есть с этого года свой святой покровитель всех сухопутных войск, это Александр Невский. И вчера у нас как раз проходили данные мероприятия по освящению храмовых знамен, которые находятся в главнокомандующем сухопутными войсками. И очень приятно сказать о том, что благодаря нашему взаимодействию с продюсерским центром Игоря Матвиенко были приложены такие большие усилия для того, чтобы в сухопутных войсках появился свой гимн сухопутных войск. Нам очень приятно, что теперь у нас есть песня, которая олицетворяет всех военнослужащих сухопутных войск, а рода войск, которые имеются в нашем виде. С 1550 года, если не ошибаюсь, подписанным Иваном Грозным был первый указ о создании определенных войск, но там по-другому называется. Но не суть. Значит, мы получили огромное количество тегов. И там была ключевая фраза в конце, которая мне очень понравилась, последнее слово за нами. Потому что, ну, вы понимаете, что военные действия, то есть есть разведка, есть, я не знаю, там, самолеты, все, что угодно есть. Но последнюю точку, то есть вот когда территория уже забирается, это пехота. То есть вот тогда можно уже там воткнуть флаг и сказать, все, мы здесь. Да, территория занята. И поэтому, ну, вот эта фраза действительно стала ключевой. Но. Значит, потом у нас была встреча с главком сухопутных войск Олегом... Леонидовичем Солюковым. Олегом Леонидовичем Солюковым. И он сказал, знаете, вот как у спортсменов последнее слово, это, ну, не очень хорошо. Давайте, говорит, победное сделаем слово. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вперед, пехота, пехота, пехота! Какая вот солдат, у нас с тобой работа. Отчизну защищать, сражаться, побеждать. Вперед, дуба зовет! Вперед, пехота, пехота, пехота! Надежды нет, Россия у тебя плода. Веками закалялись мы и стали. Победное слово за нами! Все Россия наверняка уже объездили, ну, наверное, ее раз в 500. Вот как вы думаете, с 90-х она насколько сильно вообще поменялась? Видите ли вообще изменения, которые происходят? Конечно. Мы можем вспомнить Москву в 90-х и Москву сегодняшнюю. Вот в пределах, ну, как настоящая Москва-то в пределах бульварного кольца, вообще-то. Ну, с одного. Это гораздо меньше, чем Париж. А Париж в пределах периферии, да, вот тот, по которому, куда приезжают туристы с его мира. Вот это совсем небольшая такая территория. У нас тоже. И поменялась кардинально. Посмотрите, какая красота она сейчас стала в пределах бульварного кольца. Просто невероятно. Очень красиво. Я был на Новый год ночью, но я просто ошалил. Я никогда не обращал внимания. Всегда есть заказ в свой персональный автомобиль. Ну, предыдаешь за этим. Вот так, пешочком прошелся, здорово. Вот, и меняется и по стране. Мы бываем в крупных городах в основном. Не бываем. Мелких крайне редко. Вот, но там тоже какие-то изменения, безусловно. Вот, где-то еще немножко надо работать. Вот, но все зависит от руководства местного. Абсолютно все. Кадры решают все. А у вас есть такая возможность, как у человека, который, в принципе, есть вход много куда. Вот вы, например, приезжаете в какую-то региону. Можете сказать о том, что, ребят, у вас ужасные дороги там, например, лежат? Да не вопрос. Если спросит, я скажу. Но я не даю интервью. Я крайне редко это делаю. Продолжение следует... Продолжение следует...